Всех приветствую на комплексном анализе рынков с Виталием Шевченко Поехали! Как всегда начинаем со статистики Первая важная новость Это непосредственно решение по процентной ставке со стороны ЕЦБ 15.45 по московскому времени И последующая пресс-конференция, которая состоится в 16.30 по Москве Также стоит сегодня обратить внимание на непосредственно размещение американского госдолга Он состоится в 19.30 и 21.00 по Москве Это со стороны более глобального фундаментального фона Так, ну а мы с вами переходим непосредственно уже к технике Начинаем как всегда с индекса доллара По индексу доллара ожидаю коррекционного движения Первая область остановки это район 91.20-91.30 Ну и уже более глубокая коррекция В район 90.75-90.85 Поэтому я пока на стороне медведи по американскому доллару Ну и со стороны четырехчасового таймфрейма В принципе те же самые области для коррекции Ну а теперь к валютному рынку Первая тройка евро фунт японская иена Как всегда соходим со стороны маржинальных зон обеспечения Опционов и объемов По всем инструментам ожидаю коррекции американского доллара Непосредственно по евро у нас вчера сменился приоритет По зонам на восходящий Первый хороший признак тому Что у нас будет полная коррекция В район восходящей целевой зоны Это 1.19.95-1.20.10 Вот здесь уже более агрессивно Как раз можно будет пробовать И стать еще на коррекцию Так если брать по волатильности С 90 пунктов В принципе если бы не решение по ставке стороны ЕЦБ И пресс конференции Кристин Лагар То можно было спокойно ставить на коррекционное движение Но эти моменты нужно учитывать Напоминаю 15.45 по Москве и 16.30 по московскому времени Со стороны опционов Недельки мы как раз из нижней границы Идем вверх Здесь оптимальная точка Между покупателями и продажами Находится в районе 1.2 В принципе со стороны Неделек больше ничего интересного Не возьмешь Со стороны месяца Обращаем внимание Что мы также с нижней границы опционного канала выходим Находимся над балансом Это прямой сигнал На покупку Только здесь у нас Оптимальный уровень Между продавцами и покупателями В районе 1.20.75 Со стороны объемов Все достаточно ровно Сильных больших объемов нет Постоянно видно Что встречают Встречают продавцы Поэтому пока не будет Сильного фундаментального толчка Резких движений Я не ожидаю Пара Фунт к доллару Здесь В свете того Что сегодня вообще Тишина по Великобритании Не ожидаю вообще Серьезного движения По непосредственно Маржинальным зонам Первая промежуточная Восходящая 1.39.70 1.39.80 Но Зная что фунт Более волатильный Чем евро-доллар Если уж пойдем Тогда встречать В районе 1.40.65 1.40.75 По Среднесуточной волатильности 150 пунктов Это Как раз будет Самое то Со стороны опционов Картина По паре Фунт-доллар У нас выглядит По следующему На неделе Ну здесь только Если взять тот момент Что мы находимся Выше баланса дня Это сигнал На покупку Так в принципе Ничего С неделек Интересного Больше нету По месяцу Сейчас посмотрим По месяцу Я бы обратил Внимание Непосредственно На границы Это район 1.41 И более высокий Это район 1.4156 Непосредственно Идет сочетание Восходящей Целевой зоны Ну туда Дострельнуть Сегодня мы Точно не сможем Но На будущее Можно иметь ввиду Что Как раз Если Полная Среднесуточная Волатильность Исчерпает себя Здесь можно будет Разворачиваться На коррекцию Со стороны Объемов Ситуация По паре Фунт Доллар Выглядит По следующему Также В принципе Все достаточно Ровно Нету Сильного Преувеличения Покупателей Над продавцами Но крупный Объем Сразу Стоит В районе 1.4150 Вот здесь Картина С точки зрения Разворота По паре Фунт Доллар Более ясная И со стороны Объемов И опционов И соответственно Маржинальный Зон Обеспечения 1.4150 1.4180 Это Приемлемый Разворотный Уровень И область На продажу Так Пара Доллар Иена Наконец Таки Наконец Таки Начинает Развиваться Нисходящее Движение Чтобы потом Спокойно Ее Подбирать Ну Так же Как и По остальным Инструментам Хотелось бы Более Серьезной Коррекции Лично Я для себя Рассматриваю 106 65 106 90 Но Буду иметь Ввиду Район еще 106 25 106 35 Вот Помимо Этого Более Высокие Зоны Буду смотреть Как там Идет Реакция И Если Будет Какой-то Разворотный Паттерн То Буду Входить Небольшим Объемом Так Со стороны Апционных Уровней По недели Здесь Стоит Обратить Немание Что Страна Недель Верхняя Граница Толкает Нас Низ Самая Ближайшая Это Это У нас 108 10 Ничего Здесь Больше Интересного Нет Давайте Обратимся К месяцу Месяц Так же Как и Непосредственно Неделька Полностью Толкает Вниз Уровень Оптимальный Между Покупателями Продавцами В районе 106 95 Ну Это Хороший Разворотный Уровень Если брать Еще и Волатильность Тот Кто хочет Агрессивности Ну Это Продажа Со стоплосом За Соответственно Максимум Стороны Объемов Картина По паре Доллар Йена Выглядит По следующему Тоже Большого Перевеса Нет Ну И все Достаточно Четко Это Говорит О том Что На текущий Момент Торги Будет Проходить Спокойно Без Каких-то Резких Скачков Так Пара Доллар США Канадский Доллар Это у нас Непосредственно Уже Товарно Сырьевое Направление По Канадцу По Канадцу Продолжаем Мы Входить В излюбленном Нами Слава В нисходящем Тренде На текущий Момент Подходим К линии Поддержки Ну Конечно Можно Попробовать Агрессивно Но Я все-таки Дождался Закрепления Под Непосредственно Линией Поддержки Чтобы Перейти В Ниж В Более Низкий Диапазон Соответственно Вставать На укрепление Канадца С целью 1.27 1.27 65 1.24 65 1.24 80 Здесь Разворачиваться Непосредственно На покупку А пока Если Опять же Агрессивно Это Продажа С стоп Лоссом За сегодняшний Максимум Со стороны Опционов Картина По паре Доллар Канадский Доллар Выглядит По следующему Недели По неделям Непосредственно Находимся Ниже баланса Это сигнал На продажу Так Нижняя граница Находится В районе 1.25 1.25 Так С стороны Месяца Картина У нас В принципе Точно такая же Как и Понедельки И Там же Находится Тоже Нижняя граница Пока С стороны Опционов Все За продажу Так И со стороны Объемов У нас Следующая Картина В принципе Крупный Объем Он идет Полностью В сочетании С тем Что у нас Предыдущий Минимум То что у нас Как раз Линия поддержки Чуть ниже Это нисходящая Целевая Зона Поэтому Если уж Прямо Агрессивно Мини коррекцию Здесь можно Собрать А так дальше С стороны Объемов Все ровно Вот Если Закрепляемся То Соответственно Перейдем В более Низкий Диапазон Австралиец Австралиец Здесь напоминает Больше Евро Доллар Что уже Не за горами У нас Восходящая Целевая Зона Поэтому Если уж Разворачиваться Это в районе 0.78 2 20 Линия Сопротивления Верхняя Граница Восходящей Целевой Зоны Однако Если Будет Какие-то Толчки Со стороны Фундамента Ориентируем Себя На 0.78 45 78 50 Со стороны Опционов Картина По Паре Австралийц С долларом Следующая Так Со стороны Неделек Район 78 Ровно Так А со стороны Месяца Это у нас 78 50 Это как раз Вторая точка Которая я Говорил По волатильности Если на 78 50 Ориентировать 130 пунктов Опять же Это При учете Выхода Каких-то Сильных Фундаментальных Данных Статистики Либо Опять то же Самое Выступление Кристин Лагард Так По объемам Картина У нас Следующая Все Очень крупное Находится В районе Аж 0.79 50 А здесь Все Так же Ровно Как и По другим Валютным Инструментам Так Теперь Переходим К товарно-сырьевому Сектору Это у нас Нефть Сортабрент И Золото Начну С бренда Здесь Все Достаточно На мой Взгляд Просто Опять Начинаем Развивать Восходящее Движение Поэтому Если Агрессивно То покупка Стоплоссом Под волатильность 68.35 По Тейку Это у нас Район 70 Ровно Следующий 71 71 Ровно 71.40 Достижение Восходящей Целевой Зоны По Золоту Более Интересная Картина Потому что Как и по Большинству Инструментов Пока Жду Восходящего Движения Для того Чтобы Дальше Встать Соответственно На продажу Пока Рассматривая Область 1755 1760 Ну если Золото Тем более Это может Сделать 1775 1785 Если мы Достигнем Восходящей Целевой Зоны Здесь С точки Зрения Волатильности До Первой У нас 35 Это великолепно Сюда 55 Вообще Можно Спокойно Переворачиваться На продажу Так Стороны Апционов Золото У нас Вылетит По следующему Неделе Если Пробиваем У нас Как раз Мы подошли К верхней границе Соответственно Более спокойно Пойдем Потом Недельщики Будут Разворачивать Уже Обратно В сам Непосредственно Диапазон Так Стороны Месяца Снизу Вверх Мы над балансом Пока Сигнал на покупку Опять же Это достаточно Агрессивно Со стоплосом Под баланс 1723 Оптимальный уровень Находится в районе 1780 Это Как раз Верхняя Целевая Зона Стороны Маржинальных Зон обеспечения И по Объемам Картина Выглядит По Следующему В принципе Серьезный Объем Только Если посмотреть Он находится В районе 1800 А так Видно Что Объемы Есть Поэтому Несильное Коекционно Восходящее Движение Ну и Перевеса Перевес Практически В 2000 А это Говорит о том Что по Объемам Начинает Набирать Непосредственно Позиции Продавцы Так В завершении У нас Фондовый Рынок Четыре Фондовых Индекса Дакс 30 Нас Дак 100 СНП 500 И До Джонс 30 Здесь В принципе Как и По большинству Активов Буду ждать Коррекционного Движения По Непосредственно Даксу В район 14 345 Буду смотреть Как здесь Себя ведет Непосредственно Фондовый Индекс Если все Замечательно То будут Вставать На покупку Нас Дак Я думал Что он Все таки Пойдет Вниз Но Сейчас Не исключаем Следующего Сценария Заход В район 13080 Отсюда Уже Развитие Коррекционного Движения В район Как минимум 12600 Вот здесь Уже Буду Смотреть За разворотом По СНП 500 По СНП 500 Также Жду Коррекционного Движения В район 3830 3850 Здесь Уже Буду Рассматривать Непосредственно Покупки Так Ну и Dow Jones Здесь Это Заход К предыдущим Пробитым Максимумом 32070 Вот Но не Исключаю Более Глубокого Захода Если уж Прям Такой Будет То Непосредственно Первый Это 31900 Из района 31700 720 Можно Будет Вообще Спокойно Даже На ту же Самую Коррекцию Вставать Вот Такие Торговые Идеи На сегодняшние Сутки Всем Желаю Попутного Тренда Побольше Профитных Сделок Удачи И До встречи На следующих Выпусках Субтитры Продолжение следует...